Идея и идея лежит на одном конкретном человеке. Всех остальных, даже свой ближний круг, который не такой уж и ближний, как мы видели, а в достаточно серьезном отдалении от него находится, ответственности лежит на Владимира Владимировича Путина. Он это каким-то образом замыслил, возможно, с ограниченным очень кругом высшего офицерского состава вооруженных сил, с министром обороны, и, возможно, никто из них до конца не верил, что все это реально. Потом он их поставил перед фактом, они выглядели все очень бледно, никто не мог поверить в то, что это все возможно. То есть не только прогнозисты, не только самые даже алармистски настроенные из них, не только специалисты по апокалипсису, такие как я, и не только весь российский политический класс оказался застан врасплох, но и даже ближайший круг путинский, собственно, даже люди, которые отвечают за безопасность внутреннюю в стране, за политический сыск, и никто не мог поверить. Это было видно, что они все как-то очень вибрируют. Ответственность лежит в любом случае на нем. Потом уже по кругу стали замазывать в это решение и в ответственность за эту войну все больше и больше, все более и более широкие слои людей. Сначала Совет Безопасности на камеру, потом Парламент и Совет Федерации, которых заставили проголосовать, поддержать это все. И потом дальше пошло замазывание в ответственность за войну всего политического класса. Вы имеете в виду замазывание кровью? Замазывание кровью, безусловно. Кровью украинского народа. И так получилось, что теперь, потом через вот эту Z-истерию, когда под административным каналом стали в больницы какие-то, в высшую учебные заведения, в мэрии городов стали спускаться, вот эти указивки насчет украшения буквой Z административных, школьных, больничных зданий, вот таким образом дальше ответственность стала спускаться как бы на плечи всего народа. С одной стороны, нужно было продемонстрировать как бы единство народа, которого, как мне кажется, на самом деле все еще нет. Нет, вы считаете? Ну, мне друзья в Москве сказали, что в первые дни было некоторое количество букв Z на машинах, сейчас практически на Москве букв Z на машинах уже нет. То есть есть конформизм, есть желание как бы с себя это снять, от этого отодвинуться, спрятаться. Вот если тебя говорят, ну ты поддержишь? Ну да, поддерживаю, не трогайте меня. Просто желание сохранить свою жизнь, потому что требуется героизм, требуется мужество, чтобы сказать этому нет. И есть масса примеров репрессии различного уровня жестокости, там от увольнения до административных арестов и, видимо, грядущих серьезных сроков для тех, кто этот вызов бросает. Но здесь не только речь идет об имитации общественной поддержки или инспирировании общественной поддержки в войне, но и о том, чтобы спрятаться за спинами людей. Потому что одно дело... Мы знаем, что к вашему вопросу решение принимал один человек, исходя из каких-то очень странных, очень субъективных и во многом воображаемых причин. Можно я еще одну историческую аналогию? Вы прекрасно знаете, что в 1942 году близ Берлина в Анзее было принято решение, окончательное решение еврейского вопроса. Вот вы как писатель можете себе представить ту дату, ту обстановку, когда Владимир Путин сказал, ему когда сказали, что у нас не получается вот в локальных боях одержать победу, нужно принимать иное решение. И тут Владимир Путин говорит, нужно решить окончательный украинский вопрос, давайте бомбить и уничтожайте города и села. Самый наглядный пример Мариуполь, который уничтожен почти на 90-95%. Вы можете себе представить, чтобы он произнес эту фразу? Я думаю, что он, как человек очень хитрый, эту фразу напрямую не произносил. Потому что он, я думаю, прецедентное право изучал. Видно, как он себя хеджирует от всяческих рисков. И от рисков государственного переворота, и от рисков сплочения элит, и от рисков покушения. То есть он, безусловно, с моей точки зрения вообще, вся война в Украине планировалась очень заблаговременно. То есть это был многолетний план, который начал составляться в 2014 году или раньше, и подготовка к которому осуществлялась аккуратно, постепенно, начиная с вывода активов российских из западных банков, перемещения их в Китай, в золото и так далее, через подавление оппозиции, которая могла бы сформироваться в какое-то антивоенное движение. Даже отравление Алексея Навального, мне кажется, сейчас осмысленным с точки зрения Кремля, именно потому что нужно было убрать наиболее активных публичных деятелей из поля возможности организации уличного сопротивления какого-то. Мобильные крематории были заказаны в прошлом году, которые должны были сжигать и, наверное, сжигают тела и солдат российских, и мирных жителей украинских. И, наконец, закон о том, что правительство не обязано разглашать сведения о жертвах, если это не война, а спецоперации, 1 февраля вступил в силу. Мы знаем, что покойный свет, Владимир Вольфович Жириновский нам точно дату озвучивал за два месяца до начала войны, в декабре. Не за это ли он схватил коронавирус вопрос, не за то, что спойлерил ли. То есть все это заблаговременно очень подготавливалось. И я думаю, что, конечно, исторический прецедент Владимир Владимирович изучал и понимал, что напрямую он такие приказы отдавать не должен. Но, возможно, подталкивал к этому решению, к инициативе Герасимова или Шойгу. То есть документа а-ля Ван Зея в Кремле мы не увидим. Также мы никогда не увидим документа о ликвидации с помощью новичка или попытке ликвидации с помощью новичка Алексея Навального. Я думаю, что там система стимулирования устроена по-другому. Исходя из общих интонаций, приближенные должны угадывать желания руководства и предлагать решения, на которые потом как бы движением бровей подтверждается или отвергается то или иное предлагаемое решение. Так, чтобы нельзя было ничего предвидеть. Потому что Владимир Владимирович все-таки перестраховщик. Он себя от всех возможных, просто вероятных, негативных развитий событий защищает, прикрывает. Поэтому я думаю, что уж и от обвинений в военных преступлениях он тоже попытается себя всячески защитить. Другое дело, что дальше вступает в дело политика. И право в таких случаях применяется только очень условно. А есть вопрос соотношения сил, баланса сил и интересов. И внутри элиты возможен раскол. Есть возможность раскола между, условно говоря, военными и спецслужбами, между военными и политическим классом. Хотя олигархия сегодня кажется, в общем, обесточенной и обездвиженной, тем не менее, вряд ли людей, которых лишили доступа к своему привычному образу жизни и всем их капиталам, тоже останутся каким-то образом равнодушными. Ну и плюс, для Запада то, что сделает Россия, сегодня подрывает основы архитектуры европейской безопасности, которая с огромным трудом была и чудовищными затратами и усилиями установлена. И сейчас все это просто похерено совершенно. Смотрите, возвращаясь или продолжая тему геноцида. Хит сегодняшних идеологических текстов это статья на РИА новость некого Тимофея Сергеевна, фактически с призывами к геноциду украинцев. Это и есть руководство к действию? Допустим, Матвей Гонопольский, известный публицист и журналист, сказался, вот таким образом Кремль расчехлился. Это чистый водогеноцид. Как ваше отношение к этому тексту? Является ли оно таким основным вектором этого уничтожения людей? Все последние годы, начиная с пришествия Владислава Юрьевича Суркова в должность заместителя администрации, заместителя руководителя администрации президента и главного идеолога всей этой галиматии, которая у нас заменяла внутреннюю политику и идеологию, была эпоха постмодерна, когда ни одна из серьезных идеологий прошлого не воспринималась по-настоящему, а все это являлось одним из ингредиентов этого коктейля. Все это намешивалось, одновременно осуществлялось 28 параллельных вбросов, работала администрация Федеральной службы безопасности и с нацистами, и с коммунистами, и с молодежными движениями, и с демократами, и кукловодила ими всеми, создавая некую видимость политической конкуренции с одной стороны и политической жизни, как на самом деле все это модерировалось из кабинетов в Лубянке на Старой площади. И я думаю, что это просто вот статья Сергеевцева, о которой говорите, это один из пробных шаров, который запускается в общественное поле, дальше мониторится реакция, а дальше есть какие-то более примиренчески настроенные эксперты, вот Мединский что-то озвучивает, вот Рамзан Ахмадович Кадыров что-то озвучивает, вот это, значит, вот такой, вот такой, вот такой, и дальше они смотрят, куда, в принципе, идет общественное мнение и где находятся рамки возможного. То, что это... Но это не руководство к действию. То, что эта фашистская статья немножко как бы разминает грани возможного, их расширяя, безусловно, то, что это руководство к действию, я не думаю. Когда с таким заявлением выступят какие-то более серьезные люди, это будет означать легитимацию насилия в отношении, окончательную легитимацию официального насилия в отношении гражданского населения, и это будет начало геноцида. Но сейчас, обратите внимание, Россия отказывается брать на себя ответственность за военные преступления, как и в случае с Боингом, вбрасываются параллельно 28 различных версий того, что произошло в Буче и Ирпене. Однозначно, это и говорит, собственно, о причастности именно российских вооруженных сил к этому, потому что иначе была бы какая-то единая, понятная, стройная версия, но когда одновременно все обвиняют английские спецслужбы и говорят, что все это постанова и украинские нацисты, мы видели применение этой информационной, дезинформационной тактики в случае с Боингом и в других случаях, когда Россия оказалась замешана с отравлением Скрипалей, с отравлением Алексея Навального и так далее. Это уже просто скучно и не работает. Мы знаем, что именно так российский режим скрывает следы своих преступлений, а потом так уинг-уинг дает понять, что да, если бы хотели, бы отравили, но вообще-то заслужил, если бы хотели, бы сделали, но вообще-то надо было, давая понять своим самым таким оторванным сторонникам, что да, это мы. То есть я думаю, что здесь в случае с казнями гражданских жителей в киевских пригородах ситуация достаточно однозначно понятна. Редактор субтитров А.Семкин